Депутат Народного Совета Заместитель министра внутренних дел ДНР Николай Крюченко выступил с обращением к жителям республики. С решением главы республики комендантский час с 31 декабря по 3 января отменен. Будет ли в новогоднюю и рождественскую ночи разрешено использование пиротехники? Использование пиротехнических изделий не запрещалось. Мы рекомендовали на тот период, пока город подвергался обстрелам украинской армии, не использовать пиротехнические изделия, салюты и так далее. Как такового запрета нет. В новогоднюю ночь граждане могут использовать фейерверки. Единственная просьба и рекомендация, конечно же, соблюдать необходимые меры предосторожности, правила при обращении с этими изделиями такого рода, во избежание несчастных случаев, пожаров и так далее. Не является ли празднование Нового года и Рождества Христова в увеселительных заведениях города нарушением действующего режима? Увеселительные заведения некоторые открылись, некоторые подали уже объявление о том, что принимают заказы на новогодние банкеты. В связи с тем, что комендантский час с решением главы республики отменен, посещение этих заведений не будет являться каким-то нарушением. В каком режиме будет проводиться патрулирование улиц на время проведения праздников? Буду говорить прежде всего не только за город Донецк, а и о других городах и населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Весь личный состав органов внутренних дел приказом министра переведен на усиленный вариант несения службы. Охрана общественного порядка будет осуществлять достаточное количество личного состава органов внутренних дел. Это как и патрульно-постовая служба, наряды госавтоинспекции. Сюда же мы задействуем внутренние войска наши, спецподразделения. Кроме того, что сотрудники органов внутренних дел будут осуществлять свои функции по охране общественного порядка, будут проводиться также мероприятия антидиверсионной направленности. Порядок в новогоднюю ночь и в период проведения новогодних праздников будет обеспечен. Сил и средств для этого у нас достаточно. Хотелось бы и будет не лишним напомнить о том, что каждый гражданин, наверное, должен принять и сам какие-то меры по собственной безопасности. Не злоупотреблять спиртными напитками, не пребывать и не находиться в компаниях сомнительных граждан, не нарушать общественный порядок. В Луганске прошло торжественное открытие кремлевской елки. Елка, установленная в колонном зале, доставлена в Луганск благодаря поддержке уполномоченного президента Российской Федерации по правам ребенка Павла Астахова. И кремлевской называется она, потому что она росла в одном лесу с елю, которая в этом году стоит в Кремле. Новогодние праздники – это уже традиция. Ежегодно мы собираем ребят со всей области, со всего города. Приглашаем на свой праздник, всегда очень готовимся, много сил отдаем. И работаем, конечно, с огромным желанием, потому что для детей работать – это самое приятное для артиста. Это самый благодарный и искренний зритель. Наверное, наших современных деток уже не так просто ввести в заблуждение Дедом Морозом, Снегурочкой. Но все равно в детстве очень хочется верить в сказку, взрослым иногда хочется верить, а детям, я думаю, особенно. И мы стараемся хотя бы выйти в новогодний праздник, в преддверии Нового года, создать атмосферу во детского праздника. В первую очередь это мир, такое вот тепло на душе, очень согревает в душе. Праздник для деток. Читаешь все вот эти пожелания, и сразу такое, знаете, слезы наворачиваются на глаза, потому что думаешь, что все-таки надеешься на лучшее, что будет мир во всем мире. И самое главное, что у наших деток будет праздник. Пожелать хочется мирного неба, детства смеха и груши веселые, подарков, подарков, вкусы и шоколады. Пожелать хочется мирного неба, детства смеха и груши веселые, подарков, вкусы и шоколады. Пожелать хочется мирного неба, детства смеха и груши веселые, подарков, вкусы и шоколады.